Добрый день, уважаемые телезрители! Поступления в бюджет падают. На данный момент потери составляют около полутора миллиардов рублей. По прогнозу Минэкономики, к концу года эта цифра может вырасти до 6 миллиардов рублей. Но, тем не менее, в областном правительстве предпринимают ряд мер для того, чтобы поддержать местный бизнес. Об этом мы сегодня и будем говорить в программе «Тема дня». 6 месяцев вы назвали именно на этот период, я так понимаю, рассчитаны эти меры подзятки? Вы знаете, нам нужно было для себя определять горизонт планирования. Сегодня никто не может предположить дальнейшее развитие пандемии, но мы для себя определили 6 месяцев пока. И, в принципе, наши федеральные коллеги тоже, исходя из этой логики, на сегодняшний день действуют. Дальше будем, что называется, смотреть по ситуации. Но о чем разговор? Еще раз повторюсь. Ведь разные бизнесы чувствуют себя по-разному. Даже если сегодня позволить открыть и работать всем, не факт, что мы выйдем на тот же спрос, на те же продажи, что и были. Поэтому говорить о 6 месяцах для кого-то актуально, для кого-то нет. А некоторые не прекращали деятельность. Допустим, сельхозяйственные предприятия, фермеры вообще ни на миг не прекращали. Они продолжают бурно. Мы видим даже по объему финансирования, они постоянно растут. Даже по нашим льготным программам привлекают средства на весенние полевые работы. То есть мы знаем о том, что если они сегодня не будут работать, то мы в следующем году ничего с вами есть не будем. Поэтому нельзя сказать о том, что все-все просто не работают. Но даже и в условиях, когда большая часть испытывает проблемы с продажами или снижение с продажами со своими, вот здесь как раз мы этот инструментарий должны дать. Кроме финансовых мер, которые я сказал, это для наиболее пострадавших отраслей сегодня введены программы рассрочек налоговых платежей. То есть мы говорим о том, что мы с нашими региональными операторами, региональными монополиями, естественными, в ручном режиме договариваемся, а также о рассрочке платежей. То есть это чуть-чуть даст возможность снять то напряжение, которое есть у предпринимателя. Далее мы по аренде тоже аналогично идем. Соответствующие документы выпущены. Сегодня принято решение по государственному муниципальному имуществу. Мы уже утвердили нормативными актами губернатора и правительства о рассрочке платежей. Более того, сейчас принимается новое для арендаторов государственного муниципального имущества. На три месяца, апрель, май и июнь, будет полностью нулевая ставка по арендным платежам. Соответственно, если это частные арендодатели и предприниматель предприятия арендует у кого-то площади, то мы для таких предприятий даем возможность получить льготу по налогу на имущество от 50 до 100% этого налога. Например, большой торговый центр, 40 тысяч квадратных метров, где-то платит налога на имущество за само здание в объеме 8-9 миллионов рублей. Соответственно, если он своим арендаторам дает каникулы арендные или скидку, то мы его принимаем и будем давать ему льготу соответствующую. То есть, вот таким образом мы должны всю цепочку эту проследить. Далее, к сожалению, об этом надо сказать, о том, что в федеральном перечне нет обрабатывающих производств. То есть, наши производители автозапчастей, автокомпонентов, приборов, аппаратов, диванов, мебели, дверей, монтажной пены, красок. То есть, весь сегмент, который составляет для нас более 3000 предприятий в сфере обрабатывающих производств, их нет. Это немножко другой перечень. Поэтому вчера губернатором в рамках штаба совместно с правительством принято решение о том, что мы для таких предприятий пока на федеральном уровне нету мер поддержки. Вырабатываем свой механизм, региональный пакет, совершенно верно. И будем готовить аналогичный проект зарплатному и наполнять фонд развития промышленности, фонд микрофинансирования региона на 200 миллионов рублей для того, чтобы этим предприятиям как раз на кассовые разрывы эти деньги отдать сегодня. На, что называется, их неотложные нужды, неотложные платежи, либо сырье, которое необходимо им приобретать, а сегодня без предоплаты никто не работает, либо необходимые затраты, связанные с текущей хозяйственной деятельностью, любые обязательные. Потому что, еще раз, коммунальные платежи, если мы договоримся, мы договоримся об отмене их совсем. Это частичная рассрочка, потому что компании тоже должны обеспечивать деятельность. Ну вот, как, например, региональные операторы твердых бытовых отходов сегодня же не могут встать, да, и завтра что будет на улицах. Я не говорю только про жителей, я говорю и про предприятия тоже, которые имеют свою структуру отходов. Поэтому, конечно, здесь система должна со всех сторон, наполнена кровью, а кровь финансовой системы – это деньги. Ну и работодатель, предприниматель, которому предоставляется возможность работать, которому предоставляются такие налоговые каникулы, должен тоже, в первую очередь, соблюсти санитарные нормы для того, чтобы начать работу. Ну, безусловно, здесь надо говорить о том, что это не то, что какое-то одно из требований. Это, в первую очередь, обеспечение безопасности нашего персонала. Наш персонал, который работает у предприятия и предпринимателя, должен быть обеспечен мерами защиты. Наше производство должно быть обеспечено мерами защиты. Это дезинфекция поверхностей, соприкасаемых постоянно, это входные зоны, входные группы, это обработка рук, это санитарные коврики, использование в санитарных зонах дезинфекционных средств, не просто моющих, а дезинфекционных средств. Это проветривание помещений, это обработка рабочих поверхностей, столов, полов, это обязательно социальное дистанцирование, это сокращение персонала до минимума необходимого для сегодняшней работы. Вы знаете о том, что указом губернатора и соответствующим постановлением правительства определены 25% от персонала для предприятий, которые работают. Сегодня обрабатывающие производства у нас все работают, это наша основа, еще раз повторюсь, и для них предусмотрено, если у вас больше 50 человек работает, то тогда, соответственно, вы должны запрашивать соответствующее разрешение. До 50 человек, пожалуйста, вы можете сегодня осуществлять свою деятельность, но с условием противоэпидемических мероприятий. Сейчас ведется дискуссия о том, чтобы постепенно выводить и сферу услуг, но только в том случае, если будут соблюдены все эти требования, о которых мы с вами говорим, которые прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора, Минздрава. Потому что без этого, к сожалению, мы не можем допустить возможность. Будут большие проблемы у предпринимателя, если, не дай бог, что-то случится. А мы видим, что сегодня ситуация, к сожалению, имеет такой вот скачкообразный характер. И мы быстро прирастаем с количеством заболевших. Есть крупные очаги. Если буквально 10 дней назад все говорили, да что, давайте выйдем на работу, у нас всего лишь один заболевший. И сегодня ситуация кардинально изменилась. И мы видим о том, что она в основе своей лежит в элементарной халатности. Вот здесь не работодатель, может быть, не предприниматель, прошу прощения, а эти простые наши граждане, которые приехали из путешествий, ничего не послушали, никого не послушали, сегодня перезаражали большое количество людей. Конечно, вот этого не должно случиться в коллективе, потому что жесточайшая ответственность придет к предпринимателю, когда, не дай бог, что-то случится. А в сегодняшних условиях, вы знаете, принятые меры, это штрафные санкции в случае нарушения норм, это для предпринимателей и организаций до 500 тысяч рублей. Не дай бог, если это будет связано с жизнью и здоровьем человека до миллиона и вплоть до уголовной ответственности. И вот сегодняшний мониторинг показал в том, что, конечно, большинство все еще относится наших сограждан к этому достаточно так прохладно. Ведь даже определенные требования, которые вот мы прописали сейчас в указе вышедшем, кстати, и прошу всех ознакомиться, это касается и сферы обслуживания, и сферы торговли. Максимально просто разложили стандарт, как и что нужно соблюсти у себя в торговом центре, в отделе, в своем, в парикмахерской вашей, с точки зрения раздвижения рабочих мест, если у вас небольшая площадь. Да, можно работать, если соблюдать это. Совершенно верно. Одновременного пребывания ваших покупателей на квадратные метры, допустим, не больше трех человек на 50 квадратных метров. Это все, что касается, допустим, запрета примерки одежды. Мы же понимаем о том, что мы не можем сегодня гарантировать и отвечать для каждого человека, который померил эту одежду, откуда он... Летний сузон, нужна обувь. По обуви прописаны специальные меры, то есть это примерка только в одноразовых носках, либо бахилах с использованием перчаток. Да, это дополнительные траты, безусловно. Это все, что с этим связано, это дополнительные траты. Я могу рассказать, один из предпринимателей, когда мы были с губернатором на прошлой неделе и смотрели производство, он говорит, что у меня в 8 раз увеличился расход на моющие средства. То есть люди начали мыть руки чаще. Он не сказал о том, что это с сожалением, это хорошо. Он порадовался за своих сотрудников. Которые будут каждый день приходить на работу. Конечно, мы же сегодня, к сожалению, элементарные вещи, которые мы сегодня научились делать. Вот это нужно, как говорит губернатор, тотально, если хотите, внедрять, тотально доносить обязательно. В противном случае мы не победим эту заразу. И я бы очень не хотел, чтобы тень легла на бизнес-сообщество, на наших предпринимателей, которые сегодня нашу основу экономики и составляют. Ведь решение об частичном открытии далось не просто так, а потому что, во-первых, заканчиваются ресурсы, а сотрудников нужно содержать. И этих ресурсов на сегодняшний день их может быть и не хватить. Поэтому это очень важное для нас направление. И чтобы мы смогли и дальше открываться, и дальше постепенно выходить, но с условиями жесточайших мер предосторожности, вот здесь, конечно, нужно, чтобы бизнес проникся этим. Отнесся к этому ответственно. И, кстати, на сегодняшний день принято решение, и вот буквально вы первые, наверное, узнаете о том, что готовится специальный программный продукт для тех, кто хочет выйти на работу. Я имею в виду сферу услуг, и те, которые сферы сегодня запрещены, для них будет действовать алгоритм, алгоритм, где на нашем сайте корпорации вы можете открыть окошко, заполнить уведомление о том, что вы соответствуете всем принятым нормам. Дальше будет чек-лист, есть коврик, есть санитайзер, есть маски, которые предприниматель отмечает, подписывает, отправляет, и после этого будет выходить на работу. Вот после этого это попадает в план, скажем так, мониторинговых мероприятий. Если все хорошо, слава богу. Если что-то плохо, что называется, к сожалению, придется лучше прекратить эту деятельность, если не в состоянии обеспечить безопасность. Еще раз, и свою, и своих сотрудников, и клиентов. Ну, завершая нашу беседу, давайте выразим надежду на то, что это растянется не больше, чем на полгода, и резервного фонда хватит для того, чтобы поддержать наших предпринимателей, дать активность. Безусловно, мы, еще раз завершая к деньгам, порядка где-то 800 миллионов, 800 миллионов только льготных ресурсов мы готовы направить на сегодняшний день на поддержку предприятий, предпринимателей, на то, чтобы пройти этот трудный период. Я думаю, мы будем сейчас развивать это и с обрабатывающими отраслями не только продумывать зарплатные проекты, как поддержать наш персонал, в том числе для обрабатывающих отраслей. Я думаю, мы будем вводить и отдельные рассрочки по налоговым платежам, которые на них пока не распространяются. Сегодня тоже проекты документов подобных готовятся. Будем вводить дополнительные налоговые льготы, все, что касается полномочий субъекта Российской Федерации, полномочий Ульяновской области по упрощенной системе налогообложения, по налогу на имущество и прорабатываем с муниципалитетами также введение льгот по налогу на вмененный доход, что касается как раз сферы услуг. Поэтому, безусловно, мы сегодня все должны взять на себя ответственность и пройти этот период с минимальными затратами и наполнением экономики ликвидностью. Вот если в таком формате нам удастся сформировать не только меры поддержки, но и сгруппировать общие усилия, не только меры государственной поддержки, но и общие усилия тех организаций, о которых я говорил, и налоговых служб, и естественных монополий банковского сообщества, и, безусловно, мер государственной поддержки, тогда уверен, что мы с минимальными потерями выйдем из этой ситуации. Но потери будут. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Темы дня» мы говорили о мерах поддержки, которые оказываются региональным правительством бизнесу. Спасибо за внимание и до свидания.